Доброго времени суток, друзья! Рад, что вы на моем канале. Рад, что смотрите мои видео. Как видите, у меня уже на огороде дозрел виноград. Урожай не очень, но сегодня не о том. Как видите, есть у меня рожь посеяна и посеяна горчица. Горчицу мы должны, или я, точнее, должен бы, убрать. Что означает убрать? Ее надо скосить и заделать в землю, потому что она была высеяна как зеленое удобрение. Всю осень, а это полтора месяца она росла, всю осень дождей не было. Вначале приходилось поливать туманом я поливал лентой. Ну, а сейчас уже как, скажем, нечем поливать. Туда уже ничем не зайдешь. Только вручную, вручную времени поливать у меня нет. Как видите, с одной стороны у меня получилось неравномерно как-то. С одной стороны где-то 30 сантиметров, а с другой стороны кое-где и больше метра выросло. Почему? Потому что совершенно неравномерный полив. Вот такая коса. И косильная головка всем известный, или может быть, кто и не знает, это паук, так называемый. Заряжена сюда пятерка леска. Показала она себя с самой лучшей стороны. Выдержала практически всю работу. А тут, ну, смотрите сами, почти 60 метров длиной и метров шесть шириной. Вот и считайте. 3,5 сотки получилось косить у меня горчички. Выдержала. Только на последнем метрах уже отскочила, отбила, скажем так, одну сторону лески. Ну, потерялась. Не забываем о защите глаз. Это самое главное при кошении. Все это ерунда. ножи, лески, это ерунда. Защитить глаза это обязательно. Это должна быть или маска, или щиток. Ну, в данном случае у меня очки. Если я пользуюсь леской, всегда я стараюсь надевать очки, потому что пыль, камешки и так дальше. Вот, видите, стоит среди огорода у меня старая-старая яблоня уже начала гнить. Кулосса, ну, упадет, уберем. А пока она родит, и яблоки неплохие. Как я уже говорил, прошла половина осени, но дождей не было. И, как-то странно, что сами растения, горчицы, они очень и очень, скажем так, мясистые, мокрые. Откуда они набрали влаги, сколько, непонятно. Вытянули они, наверное, всю из зубри. Да не, наверное, а точно так она и есть. Ну что же, друзья, начинаем. Выбрал я, где самые большие растения, самые высокие, и начинаю косить. Вот смотрите, какие высокие стебли. Еще раз напомню, не забываем про защиту. Очки. И в данном случае я без них, ну, не то, что не обошелся, я бы даже работать не смог. Начинаю пробовать косить в три яруса, то есть, как видите, сверху, назад ход и ниже, и ниже, за три раза прохожу. Действительно высокая горчица, кое-где, видите, приходится и четыре раза проходить. Не знаю, может быть, неправильно я работаю, может быть, как-то надо умнее. Я пробовал и за один раз пробовать косить, ну, как-то вот так мне получилось самый удачный вариант. Если я хочу скосить под ноль практически, до черной земли, тогда оно должно проходить в три яруса. Верхний, средний и самый нижний уже по самой земле, вот видите. Это летит, вы не думайте, что был дождь, что роса на самих растениях, горчицы. Нет, вот это из-за того, что горчица с вами растения очень и очень жирные и мокрые. Я потом уже понял, что они вытянули всю влагу, которая есть на огороде под собой и забрали в свои растения. Вот такая интересная культура. сбоку может показать, что это дым от косы, от двигателя косы или роса. Нет, это когда сечет леска, разбрызгивается сок. Не буду я вам показывать весь процесс, который я заснял, ничего тут интересного нет. Хочу сказать только то, что чем дальше, тем ниже и ниже растение, тем легче и легче приходилось работать. Ну, вот так мне получилось. Сейчас сами результаты работы мои увидите. Прошло почти полтора часа работы и вот смотрите какой результат получился. Я не скажу, что идеально вылизано, но практически все то, что я хотел, все я скосил. Вот как мелко все разбито, равномерно разбросано и площадь готова к запашке. штанишки мои вот видите, какие грязные и сам я такой же практически. Вот для чего нужны очки, вот для чего нужна защита. Смотрите, ребята, какой красивый получился зеленый ковер. Ну, ладно, а теперь немного об эксперименте о своем. Оставил я буквально возле яблони буквально два метра чуть-чуть больше стебли средний такой средний размер их не скосил. Посмотрю, как она будет заделываться, если их не косить. Что было бы, если бы я эти полтора часа пролежал возле телевизора. Итак, наступил второй день моего эксперимента, моих работ по заделыванию зеленых удобрений. Сегодня уже суббота, 16 октября, и я буду запахивать с помощью фрез, с помощью мотоблока свои зеленые удобрения, а точнее сказать, горчицу. Вчера я ее скосил, вы только что видели, а сегодня я буду запахивать. Смотреть видео с обычной скоростью будет довольно таки скучно, и поэтому я ускорюсь, остановлюсь только на самых важных моментах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, за мои 11 с лишним лет эксплуатации мотоблока, по-моему, вот этот день самый жесткий грунт, самая жесткая сухая земля, которую я обрабатывал. горчица вытянула все соки, всю влагу, и земля до такой степени пересохла, что за один проход невозможно не то, что загнать всю зелень, которая есть, а даже, скажем так, взрыхлить вверх. Как видите, вот, вверх поцарапан, да, действительно, основная масса зелени ушла, а земля вот такая жесткая не рассыпается, ну, нигде я такое еще не встречал при обработке у себя. Есть у меня опыт кое-какой работы и на песке, и на черноземы, и на солончаках, на разных почвах, но вот такой сухой земли я еще не обрабатывал, ребята. Что я для себя выяснил? Чтобы хоть более-менее заделать вот эту зеленую массу, нужно проходить минимум в два раза, три раза, на самых маленьких оборотах, при самом лучшем притормаживании мотоблока, чтобы он как можно больше на одном месте крутился. Самая трудоемкая работа, которую я, по-моему, работал, делал за все свои, скажем так, 11 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот и пришло время эксперимента. Подъезжаю потихоньку мотоблоком на первой скорости, на небольших оборотах, чуть-чуть выше среднего. И что наблюдаем? Наблюдаем наезд на вот эту массовую, на всю зеленую, не скошенную. первый проход. Так, смотрим. Еще раз напоминаю, земля очень и очень жесткая. Может быть, по этой причине, может быть, по какой-то другой, но я уже сейчас вижу, что растения перемалываются и заделываются точно с таким же успехом, что и скошенные. первый проход фрезой и практически 80% растения получается в земле. Так что полтора часа я мог бы спокойно просидеть перед телевизором. Что, друзья, хочу сказать. Я вас ни к чему не призываю, просто для себя я вот уже сделал кое-какие выводы. Нужно было сначала попробовать мотоблоком, как будет по некошенному идти. Вот недавно я буквально вчера-позавчера смотрел видео, тоже один товарищ прошел эксперимент вот такой по некошенному и оказалось абсолютно одинаково, что скосить, затратить время, деньги, бензин, моточасы и так дальше косы своей, что не по скошенному. Результат заделывания фрезами абсолютно одинаковый, что у товарища вот на ютубе, так и у меня получилось. Ну и давайте все-таки посмотрим, что получилось в итоге при работе фрезами по не скошенной горчице. Так, доезжаем ускоренно, быстренько, второй раз и смотрим, какие результаты получились. вот тут росла полностью целая горчица, не кошеная, как видите, вот в таком состоянии сейчас после двух проходов, а дальше смотрим, где скошенная была, вот в таком состоянии. визуально ну никак я не могу отличить одну от второй. Вот так смотрим, где была не скошенная и вот так где была скошенная. Даже можно сказать, что тут чуть-чуть больше зелени сверху. Это так смотрим только, а на самом деле ничем не отличается. Ну и на сам конец уже ребята заделываем края, сворота выравниваем, места разворотов фрезы и наводим скажем так блеск. Да блеска тут далеко, но все-таки нужно хоть чуть-чуть стараться. Итак, что я узнал скажем так от сегодняшнего и вчерашнего дня. Косить горчицу я уже больше не буду. Вот можно обрабатывать ее спокойненько, можно обрабатывать без скошения, можно прямо заделывать фрезами, желательно перед этим было бы хорошо полить, но делаем уже выводы после того, как сделали ошибки, на них и учимся. На этом все, ребята, я заканчиваю свою работу, вам удачи и урожаю. Если кто не успел подписаться, то это не поздно сделать прямо сейчас. Ну вот и все, ребята, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...